А я прямо сейчас буду отвечать на вопрос, я сейчас буду зачитывать и потом отвечу на него. Познакомился со мной парень, ни разу не на... не на чего... Мои... писали... Что же делать, писать ли первое и так далее. Привет! Как настроение? Еще не продолжай смотреть этот ролик, прямо сейчас напиши в комментариях, как настроение от 1 до 10. 10 это идеальное, прекрасное настроение прямо сейчас, 1 это ужасное. От 1 до 10 оцени, как у тебя сейчас настроение. А я прямо сейчас буду отвечать на вопрос, на нашу рубрику «Вопросы». И вопрос в этот раз выбран Лаяны Талаевой. И она спрашивает, я сейчас буду зачитывать и потом отвечу на него. Моя история. Недавно познакомился со мной парень. Ну, как недавно? Это было 17 июня. Ну, в общем, недавно. Начали видеться с ним, сам звонил и до встречи, и после встречи начали каждый день. Даже я говорил, сегодня ты устал после работы, дома отдохни, завтра увидимся. Он говорил, нет, я не устал, и снова встретились. И так много внимания было, правда, виделись всего 3 раза. И очень хороший, воспитанный парень, ни разу на него, ни разу, ни на чего не намекал такого. А потом у него на работе была загрузка, потом он сказал, останемся друзьями, в принципе. И были почти как друзья. И в итоге он не звонит, не пишет. Не знает, что делать, как быть. Но он объяснился со мной, в каком случае, ведь нельзя признаваться, что нравится мои писать... В общем, я почему так сумбурно зачитываю, потому что так сумбурно написан вопрос. Что же делать, писать ли первое и так далее. Нужно понимать, что... Исходя из этого вопроса, я вообще понимаю, что ты не понимаешь ни себя, ты не понимаешь ни мужчин, ты вообще не понимаешь, зачем тебе отношения. Тебе что-то хочется, что-то тебе скучно. И смотри, если тебе мужчина нравится, скажи ему об этом. Ты мне интересен, ты мне нравишься. А не играй какую-то загадку. Какие-то тренера научили вас там, не признавайся первой, что нравишься, не показывай чувства, изображай себе маску. Если ты изображаешь себе маску, если ты не показываешь себя настоящей, то ты таких же и мужчин привлекаешь, которые не показывают себя настоящими, и встречаются две маски. Окей? Поэтому я учу своих учениц быть открытыми. И уметь быть, знаешь, качественной, профессиональной женщиной, будучи собой. Уметь не изображать из себя кого-то, кем ты не являешься, а достать из себя тот потенциал, который в тебе уже есть, но который ты не использовала. Потому что родители тебя этому не учили, потому что подружки тебя этому не учат, потому что большинство тренеров и книжек этому тоже не учат. Большинство учат манипулировать. Следующий момент. То, что мужчина не хочет с тобой видеться и говорит, мы друзья. Это, знаешь, мой любимый вопрос, что чувствует мужчина, когда смотрит на тебя. И вот этот мужчина, когда смотрит на тебя, он видит друга, а не женщину. Да? Плохо или это хорошо? Не знаю. Это просто факт. Ну, наверное, для тебя это точно нехорошо, потому что каждая женщина хочет, чтобы в ней видели себя женщину. В ней мужчины видели женщину. И тогда, когда мужчина видит в тебя женщину, он чувствует себя мужчиной возле тебя. И он проявляется по-мужски. А ты как-то так вела себя, как-то так... Понимаете, в чем штука? Ты можешь привлечь мужчину на какую-то одну сторону. Ну, например, на свою внешность. Или, например, чем-то изначально заинтересовать мужчину. Но это только первый этап. Если он чем-то в тебе заинтересовался, это не значит, что все, теперь ты ему будешь интересно бесконечно до конца дней. И что-то потом ты начал по-другому проявляться. Потом он начал подробнее с тобой знакомиться. И если мужчина видит в тебе друга, то какие ошибки часто женщина допускает? Она много болтает. Она, ну, такой, как классный друг, классное общение, но не женственно. Но... И часто женщины-друзья, это те женщины, это часто папины дочки. Не все папины дочки такие, но очень часто такое встречаю, вижу среди учениц. Это когда девушка, папа, там, лучший друг. И вот эти девушки имеют много друзей мужчин, но эти друзья мужчины не видят в них женщин. И это проблема. Поэтому ты, наверное, хочешь услышать какую-то волшебную таблетку, какую-то волшебную фразу, которая возобновит интерес этого мужчины к тебе. Этой фразы нет. И даже если ты сейчас разжешь в нем интерес, этот интерес продлится только до какого-то этапа. То, что я тебе советую, знаешь, поставить себе оценку от 1 до 10 как женщине. Вот 10, представь, это профессиональная женщина, счастливая женщина, которая от жизни получает все. Которая окружена самыми лучшими мужчинами или замужем за самым лучшим мужчиной. И реально это длится ни один день, ни одну ночь. Поставь себе оценку от 1 до 10. И ты встречаешь соответствующих мужчин, такой своей же оценки. То есть, если ты ставишь себе пятерку, семерку, восьмерку, такие же мужчины тебя окружают. И опять же, если мужчина не хочет быть с тобой, ну не мучай его, отнесись к этому факту. Он не хочет быть с тобой. Есть вокруг много других мужчин. Но, наверное, что? Наверное, ты не уверена в себе. Наверное, у тебя низкая самооценка. И, наверное, ты понимаешь, что не так-то просто прилечь очередного достойного, по твоему мнению, мужчины. И хочется держаться за старое, за кого-то, как многие женщины. Муж там плохой, а она, еще если есть дети, она за него держится. И кажется, что она в него любит, да, хоть он и плохой. Но на самом деле в чем проблема? Она в себе не уверена. На самом деле она боится избавиться от того, что есть сейчас, ради кого-то светлое будущее. Почему? Потому что она не верит в светлое будущее. Так вот, еще раз, какой твой план? Если ты относишься к таким девушкам, в такой ситуации, то какой твой план? Как ты решишь? Ты реально веришь, что секрет, ты сейчас узнаешь какую-то фразу или как смс-ку написать волшебную, все изменится? Нет, милая, тебе нужно очень жестко работать над собой. Потому что если ты не будешь работать над собой, я тебе сейчас расскажу твой сценарий. Окей, ты в лучшем случае влюбитесь с каким-то мужчиной друг в друга. Будет в начале эйфория, и тебе будет казаться, вот он тот самый. Потом пройдет влюбленность, и будет что? А будет то, что есть сейчас. И ты можешь меня называть скептиком, но давай... Я много учусь, и совсем недавно я прилетел с конференции международной по знакомствам, по... там собирались люди, которые помогают женщинам выходить замуж, помогают мужчинам находить жен. И статистика в странах СНГ нерадостная в плане разводов, только официальных. И есть статистика, и может кажется, что я тут усугубляю, я просто отталкиваюсь от статистики. И также вы эту статистику можете исследовать среди ваших подружек. И посмотреть, сколько на самом деле счастливых пар. Но это реально быть счастливой, строить счастливые отношения. Но для этого нужно очень много работать над собой. Это все равно, что если я хочу стать хорошим парикмахером, мне нужно очень много изучать, учиться, тренироваться, делать ошибки. Очень-очень много учу, да? И тогда я стану профессионалом в парикмахерском искусстве. Так вот, у меня к тебе вопрос. Ты когда-то собралась стать профессионалом в женском искусстве по тому, как детскую жизнь превращать в жизнь мечты? Если это видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал и также записывайся на серию, на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где я очень подробно буду раскрывать эти и другие темы и покажу тебе план, как ты можешь в несколько шагов получать от жизни то, что ты на самом деле хочешь. Записывайся прямо сейчас и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok